Строительство ведется вообще вот этого микрорайона в два этапа. Это мы сейчас находимся на площадке первого этапа. На этой площадке у нас 4 жилых дома, 191 квартира. Получается у нас из 4 домов, 2, 4 и 3 на стадии готовности 95%. Один дом у нас будет до конца года, набросимся, усилим все силы за этот. И думаю, что мы его как раз до конца года осилим. Сейчас ведутся торги, или как мы говорим, разыгрываем плоты. Это закрываем периметр здания, устанавливаем окна, двери, прокладываем инженерные сети. Я думаю, как у нас планировалось по графику до следующих годов сдачи этих домов, так, мы ее поддерживаем. Мы все делаем, чтобы у нас все было здорово. Это нужно, наверное, уточнить 95%? Это не полностью, да? Нет, это только монолит. Это часть КЖ, это часть КЖ, это монолитные. И часть АР, это у нас вкладка наружных внутренних стен. Скажите, отставание по графику какое-то есть? Отставание по графику есть, это вот именно вот этого небольшого корпуса номер 5. А остальные, говорят, эти дома у нас идут в графике. С какими-то глобальными трудностями, которые на стадии проектирования, изыскания были, может быть, не учтены, приходилось сталкиваться? Нет, это все решается, никаких проблем глобальных нету. С институтами работаем плотно, с этими авторскими институтами, которые у нас в Красноярске. Поэтому решение принимается, какие-то замены, изменения, все это. Никаких проблем пока не было, больших трудностей нет. То есть коммуникации, я понимаю, на сегодняшний день уже подведены, и задача стоит все-таки, чтобы дома ушли с теплом в зиму. Конечно, для этого мы все делаем, чтобы нам завести тепло, и в зимнее время нам провести отделочные работы, чтобы у нас в весне уже красота была. То есть, по сути, получается замкнутый цикл, и круглогодично мини-полис будет строиться? Да, да. Работа не останавливается, и мы продолжаем работать. В плане надзора, все-таки надзорные органы действительно часто бывают и контролируют? Надзорные органы приезжают два раза, два-три раза в неделю. Разные, это независимые частные, с Красноярска, с Москвы, с Русала. Ну, три-четыре организации надзорных стройконтролев у нас постоянно здесь находятся. Ну, как начальник стройки, скажем так, чувствуете ответственность перед жителями города Ачинска за данный объект? Я не только чувствую, я это очень хорошо ощущаю. Это жилой массив, это будут здесь люди жить. Конечно, это большая ответственность.